ладно хорошо пробуем снова вернуться друзьям всем доброе утро да там минус панда мы смотрим игру хавка против лолая там проблемы со звуком были возвращаемся игру как таковой блин не смотрел пытаясь решить первая игра world cyber game 2012 там нычек готова короче с одной стороны здесь была массовая потери просто кастеров рифлов с другой стороны там была потеря панды и какого-то количества дриад я не знаю какого 45 лимитом нужно брать 1 2 свитка идти пушить вражескую базу телепорта нет первый свиток куплен и там почти четвертая панда почти четвертая панда дыхание как пытается расконтролить идёт в атаку с одним свитком лечением кто играет хавк играет против лолайта сегодня первая игра ну самые первые самая первая игра на сегодня добей тут уже 60 лимит болен мега сложно да мы добьем красную да мы получим 5 м а вот там такое стадо коз крестов пытается завести рифлов подставить у нас лимит по качестве не но повторюсь нужен свиток берет второй свиток пытается взять второй свиток сейчас а третьего аура даже взял молодец это правильно все и на экспант приходим на 61 лимит болен 61 лимит козы сзади как видите уэмки хорошая аура сейчас панда вперед до свидания мы держимся надо сплетить надо контролить 300 ловит надо идти на x52 лимитом панда справа кипер слева начинается битва левелап у кипера панда ой панда хорошая ловит молоток вины пары дыхания диспол диспол великолепный от хавка отбивается он отряд с другой стороны и пока держимся пока держимся только надо нычку 1 разбомбить прикрывает 300 убивает одну козу хорошо и аура хорошим блин неужели справляется пока пока хавк справляется убивает экспант хавк ненавидит эльфов как любой нормальный хуман фух убил козочки пошли разводить как не должен разводиться бежит прямиком к врагу на базу отменяет магаз у него по-прежнему есть свиток возможно же 2 не должен был он тратить 2 свиток у архмага козами зонит пытается виспов виспов своих вообще можно телепортироваться а мы не можем телепортироваться вины пары дыхания мисс 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 да есть два свитка короче дисплей тентов великолепным образом уже пора видимо 1 свиток в час в свиток параде идеально просто идеально хватит ли этого идеально падает две козы первый райфл но уже три-четыре козы 5 мк 5 мк диспл диспл нужно это в дисплец не хватает видимо ман уже остался последний свиток надо его использовать великолепным использует этот самый свиток мега красные рифлы начинают они падать 5 мк панда сейчас будет отковыриваться е-мое дыхание молоток в кипера попытку убить кипера кипер 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 умирает мк тоже умирает фанда 5 44 лимита насколько болен там очень мало лимита где 36 у него 41 у нас 46 блин как же как тащит блин я так боюсь но он каким-то макаром отковыривается gg пишет лавлет gg так типично синевик ты это сразу доброе утро называется до свидания дон рассказывает чтобы игрока не очень хорош доброе утро рано поздравлять хавка нужно еще одну карту взять привет мортис доброе утро вчера с пяти до конца сидел сегодня просижу beyond the gain я заточу шоколадку и вернусь шоколадку доброе утро подготовлено единственное Продолжение следует... 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 ой не разводим мы или развели развели молодец я не совсем понимаю почему лает сразу не за дисплеила виспан единственный аргумент до серии что хоть второй уровень получить не хотел просто коцать что-то тормозит лалай но он пытался достать до дальнего рабочего ножами не достал минус один рабочий раз еще минус 2 будет скорость а то и 3 минус 2 ох выживает чудесным образом хорошо ладно могло быть хуже и сейчас на базе у лалай там болен минус футмен тоже great идет пытается подхарасить не разводит опять же вити футменов дверче работают еще минус висп добивает своего элементаря что важно ой какой футбол тут дикий еще минус висп минус 3 лалайт зря бегать за футом прям ошибка ошибка минус 4 висп да вообще-то очень плохо уже great идет да даггер второй футмен минус пытается отменить hunter school который был поставлен исключительно в качестве реакции на минус 3 фут минус 5 висп блин сложно сказать у кого у кого кому хуже короче потери потому что со стороны хавка тоже весьма ощутимы но не стоит недооценивать потерю вот танцевание такого количества виспов это может аукну цель пока у него 250 леса вроде не такая большая проблема но соточку ты должен в hunter school залить соточку ты должен залить во второго героя желательно при этом тыкнуть т3 заказать как минимум одну лорницу лес уже закончился пару шагов назад но танкинг вторым правильно можно попробовать прийти но не хочется сейчас против такого большого количества арчи агрессировать лишний раз тем более против 3 воры о да это слишком опасно кажется хавка ты понимает стоит такой дефенсный вард видит что бежит в арден нужно срочно убегать отсюда нафиг а и персональный телепорт варька купила видимо для того чтобы запрыгивать на main даже сейчас будут раз об спасать нет да как она дотянулась и не могу понять ждем mountain king 1 вот это кстати у вас возможна ошибка окружение хорошая но каким макаром тут окружить еще один молоток и могло быть хуже здесь правда еще крепинка идет вместе со шедером уж он дикий четвертая варя и артефакт еще выпал там зарядный вроде циклона хелен вардов выпадает камень жизни кажется мега битые фото и регенерирует сейчас хавка шедер куплен в том числе для того чтобы решить проблемы с лесом они там кольцо регенерации жизни выпало архмаг тем временем получает 3 все очень битая на лорница и т3 ждет плюс 200 для того чтобы ой на мэйне у нас беда на мэйне беда ну покажите на мэйне рабочие умирают ну хаб должен был этого это ожидать он игнорирует происходящее на мэйне идет сразу к противнику на базу это может дорогого стоить потому что у нее маны смотрите всех рабочих должны перебить остаются еще последние ножи да на мэйне убивается одна лорница желательно отменить протектор по-быстрому вот там минус все рабы сейчас будет у нас 36 лимита сижу 33 минус 3 раба и телепортируется варя назад ну ладно минус 7 шедра подрезали ну вот что дальше у варя пустая пристава у нас кажется нет ну хорошо на самом деле вот контратака была хорошая оригин правда идет сейчас опять будут проблемы у нас варя почти 5 не уверен что здесь нужно сражаться мы растеряемся мы растеряемся полностью пока не придут присты сделать ничего нельзя до кормится варька 5 уже до свидания 2 приста молоток мк пытается выжить но это ошибка да нам просветочка через плащ и все и до свидания вышки нету да вышка там могла помочь причем и когда встретил варден помните с антре варден как раз магазина бежала уже было понятно что это будет х раз через персоналку потому что на тот момент был был персональный телепорту варден этот момент надо было тыкать вышку как не сдается на ситуация простаховая до ультимейта не так далеко а мы ждем своего второго мотан кинге до панды нет орунные браслеты хорошо пусть останется у нет маткингу передает чё сделать добивает сейчас извините пассивный игра нам на руку что варден не может никаким макаром получить дополнительный опыт из-за пятого уровня нам нужны свитки инбулы и именно криппинг нам нужно сейчас там им куда 3 довести в частности но кажется хавк идет просто в атаку или нет 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 все возвращаются ополченцы домой хавк делать все абсолютно правильно переходит в режим криппинга такой пассивный режим так немножко он за своего рифла возвращался вписывался сейчас не пойму зачем так далеко бежит до следующей точки видим надо следующей точки престов оставил сзади что он выдал а кристалл болт посмотрим сейчас на мои не есть у него вышки делает только одну магическую вышку там блинка нет он забежать может только через персонал к нам персонал к есть и телепорт видимо сейчас приобретается что пандарийского 36 лимита всего лишь там с экономикой были проблемы с лесом были проблемы из-за потери шедера что за криппинг такой дикий красный . забирает хавк выпадает что букв дает отлично нам это безусловно на руку а нам выпадает что когти плюс 12 неплохо на самом деле против барден даже хорошо я бы сказал висп на мэне бегает ну вроде или там дирижабль там кажется дирижабль полетел у нас есть ли порт если что до дирижабль летит как довольно быстро крепится там дроп на мэн идет сразу телепортируем сюда на заказывает рабочих да перри нацеливает магическую вышку грамотно может даже пойдет на мэйн просто забьет на это все хотя это минус сиропы это что уровень варнен скорее всего а у него телепорта нет да это точно будет размин может даже через экспант пойдет да так и есть для того чтобы забрать артефакт варн 6 до свидания да тут и 3 мотан джаинты посмотрим в одну атаку в хавку желательно бы убить не обязательно конечно но желательно хрен знает как магазин важность что снес персональный телепорт пошел пошел вард очень тоже важный вард она мы не на мы не арчи ловит варден баш риджуф где диспал то ее мои он не сделал наверное при сам great с богом друзья здесь нужно вообще чудесным образом контролит чтобы никого не пропускать медведев укусит 1 возвращаются коза минус коза 2 спирита в engines 3 book of dead который не от диспейлить но он довольно точно слабенький поэтому так медведя сверху надо убить разбирается практически совсем боков дэдом так хорошо здесь у нас rifle отобьется ножи минус медведь а мы так кажется додавим и так не хочу сглазить но вроде как мы справляемся с вами друзья спирита в engines отвратительно контролится видите два трупа есть а духов нет хотя с ну ульта работает есть еще один свиток его желательно подсохранить немножечко да сейчас пошли спирита в engines rifle справляется добыча возвращается блин молодец хавка очень нестандартные решения типа вот есть телепорт но ты не телепортируешься потому что вы сейчас свиток наверное да молодец еще level up mountain king получает уровень пытается окружить варден и окружает варден и баш сверху на персоналку топ вот это да вот это хавк ё-моё ну это гг это 2-0 лавлиет топ-2 эльф мира по версии голда понимаете вот в той ситуации хавк вообще абсолютно правильно реагировал на все провокации варден но за исключением того что не поставил магическую вышку в нужный момент самый ключевой момент был когда он забил на жертвы всех рабов на то что варден там кормится получает 6 уровень и пошел тупо на мэйн это было настолько хладнокровное но верное решение смотреть на гибель своих подданных имея телепорт при этом после длительного криппинга это ну все чего сейчас нужно заходить убивать магазин потом тыкнуть в мэйн у нас есть телепорт защищаем свой мэйн до свидания как готовился к турниру но он стримил тренингся я кусочками смотрел его игры но по ним не было видно что он сейчас показывает более качественную игру чем на стримах чем на тренировках вот самое ценное что он для меня по крайней мере самый ценный что он не просто хорошо исполняет в этом увидели вчера там мы против инфи против тяжа харифл такой в загоне реальный такой классный а что он правильно в сложных ситуациях на турнире принимает решение правильное решение пара телепортироваться убили мэйн т.п. но все это г.г. отбиваемся дома ждем когда напишет г.г. все 27 лимит на 10 экспанду врага нет добыча у нас есть а он хочет разводить типа с этим я понял ничего страшно да ладно ну только надо не надо вот так отдаваться дирижабли главного шатать сейчас по возможности ну чтобы не контролил вот таким вот образом ну 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 хотя бы один толпицы ну подстоять подождать бегаем все есть 20 лавлет 20 лавлет ну хавк точно выходит из группы уже вообще без каких-либо вопросов вопрос только на каком месте разве что но он сейчас в топ-2 в топ-3 но топ-1 ну топ-1 это тяж пока что не проиграл никому потому что они вчера вот играли за топ-1 а по сути кроме тиаша из топовых людей остался только мун ну с кем хавк не играл и у него одинаковая будет статистика типа 3-1 с муном я до сих пор поверить не могу что он так вот ну не то чтобы играючи но уверенно разобрался с лавлетом классно и и и и и и и и